Сразу три страны. Тунис, Кувейт и Франция подверглись сегодня нападению исламских радикалов. На тунисском курорте СУС террористы атаковали две гостиницы. По меньшей мере 30 человек погибли, 20 ранены. Среди них россиян нет, сообщили в российском консульстве. Ну а на юго-востоке Франции неизвестный автомобиль с флагом исламских радикалов атаковал химическое предприятие. Президенты Франции и Туниса уже выразили готовность вместе бороться против экстремистов. В столице Кувейта атаки террористов подверглась шиитская мечеть. Оксана Фомичева обо всем по порядку. Эти фотографии сделал российский турист по имени Петр. Он сейчас в Рио, империал Мархаба, в одном из двух пятизвездочных отелей, которые подверглись нападению в порт Эль-Кантауи, недалеко от тунисского города СУС. За одно мгновение курортный рай превратился в ад. Двое неизвестных вооруженных автоматами Калашникова с моря ворвались на пляж отеля и открыли огонь по туристам. Мы с сестрой были на пляже, когда услышали выстрелы и сначала даже не поняли, что произошло. Но потом увидели, что стреляют прямо по людям. Началась жуткая паника. Погибшие и раненые были повсюду. Те, кто не пострадал, спрятались в номерах. Мы с сестрой тоже и боимся выходить. Мы не знаем, что нам теперь делать. Одновременно со стрельбой в Рио империал Мархаба, в соседнем Иль-Мураде Марина, прогремел взрыв. Один из нападавших был убит на месте преступления. На его теле обнаружили взрывное устройство. Второго сейчас ищут. Жертвами по предварительным подсчетам стали до 27 человек. Сообщается, что это граждане Германии и Великобритании. Более 20 получили ранения. Тунис – бывшая колония Франции. И не исключено, что трагедия в Сусе может быть связана с терактом, который совершили исламисты сегодня утром во французском департаменте ИЗР. В городке Сен-Кантан-Фоловье боевики попытались взорвать завод по производству промышленных газов. Террорист на автомобиле протаранил ворота предприятия и врезался в газовые баллоны, после чего прогремел взрыв. Серьезно пострадали не менее 10 сотрудников завода. Президент Франсуа Аланд, который находился в тот момент на саммите в Брюсселе, принял решение срочно вернуться в Париж и созвать экстренное заседание Совета безопасности Франции. Я покинул заседание Европейского совета из-за атаки, которая случилась около 10 часов утра в департаменте ИЗР. Это нападение на режимный объект, на котором хранятся емкости с газом. В преднамеренности атаки нет никаких сомнений. Нападение было направлено на то, чтобы совершить подрыв. Оно имеет террористическую природу. У входа на предприятие обнаружили два флага с исламистскими лозунгами и обезглавленное тело неизвестного. Оно покрыто надписями на арабском языке. Полиция полагает, что этот человек мог быть убит боевиками и уже затем привезен к заводу. К месту теракта прибыли полицейские, спецназ, медики и пожарные. Побывал там и министр внутренних дел Франции Бернард Казнёв. Двое нападавших уже задержаны. Один из них, 35-летний Есин Сали, долгое время находился в поле зрения французских правоохранителей за связи с салафитами. Кроме Сали и его сообщника, полицейские взяли под стражу еще несколько человек. Они могли быть причастны к подготовке атаки на завод. Есть подозрение, что за терактом может стоять террористическая организация «Исламское государство». Она уже взяла на себя ответственность за еще один сегодняшний взрыв, который прогремел в одной из шиитских мечетей Кувейта. Теракт был совершен во время пятничной молитвы. Взрывной волной в здании выбило все стекла. Погибли 24 человека. Правительство страны собирается на экстренное заседание. Оксана Фомичева, ТВ-центр. Один из самых ярких деятелей современной России Евгений Примаков скончался на 86-м году жизни. Наука, журналистика, общественная работа составляли большую часть его биографии. Примаков руководил разведкой Министерством иностранных дел, а вошел в историю неполным годом пребывания на посту главы правительства, когда после дефолта в 98-м смог за считанные месяцы вывести страну из кризиса. Коллеги отмечали тогда главное в работе премьера – умение спокойно выбрать точное решение и довести исполнение до конца. Соболезнования родным и близким Евгения Примакова выразил Владимир Путин. Слово Екатерине Воскребенцевой. Кадры сняты в декабре прошлого года. Одно из последних публичных выступлений Евгения Примакова. На заседании «Меркурий-клуба» он появляется заметно похудевшим и немного уставшим. Тяжелая болезнь, дает о себе знать. Но Примаков и не думает оставлять работу. Дорогие коллеги, товарищи, друзья. Он начинал карьеру журналистом на Ближнем Востоке, где, как потом аккуратно скажет, выполнял и секретные государственные поручения. Возглавлял два института в Академии наук. В 91-м стал директором службы внешней разведки, сумев сохранить ведомство в самые трудные годы после распада Союза. В 96-м возглавил Министерство иностранных дел. Именно Примаков стал автором доктрины о внешней политике страны. Ее принципам МИД следует до сих пор. Прежде всего, это независимая, самостоятельная линия Российской Федерации в отстаивании своих национальных интересов и одновременно готовность, открытость к самому широкому, к самому тесному сотрудничеству со всеми, кто готов на равноправной, взаимовыгодной основе взаимодействовать с нашей страной. Он без привлечения автор нашей внешнеполитической линии на Ближнем Востоке, он же внес колоссальный вклад в выработку основ современной мировой науки об этом ключевом регионе мира. Умело отстаивая интересы страны в мире, он всегда действовал нестандартно. Мог запросто пригласить Мадлен Олбретт в гости на пельмени и устраивал неформальные капустники иностранным коллегам. Уже тогда близкие друзья знали, Евгений Максимович тяжело болен. Жена умоляла его оставить работу. Но в 98-м, когда страну парализовал экономический кризис, Примаков оказался единственным, кто мог справиться. Борис Ельцин лично несколько часов уговаривал его занять премьерский пост. Я пять раз отказывался. Я вышел в коридор. И мне тогда Шевченко сказал, к чему вы ведете? Страна лежит. Будет распущен сейчас парламент, то есть Государственная Дума. И была какая-то моментальная реакция, если хотите, эмоциональная чисто. Эмоциям он редко потом позволял взять верх. Во многом благодаря стальным нервам Примакова, говорили коллеги правительства, под его руководством сумело, по сути, сохранить страну. Баррель нефти тогда стоил 12-15 долларов на мировом рынке, а золотовалютных резервов было 6-7 миллиардов. Не хватало на пенсии, стипендии и зарплаты в сентябре месяце. Ему в МВФ предлагали разные рецепты, которые сегодня предлагают Украине. Он сделал с точностью наоборот. Нескольких месяцев хватило, чтобы рассчитаться с долгами по зарплатам и пенсиям, оживить вставшую намертво промышленность. Пусть небольших масштабов, но экономическое чудо. Его высшим дипломатическим пилотажем стал знаменитый разворот над Атлантикой. Подумайте еще раз, господин вице-президент. Вы не просчитываете всех последствий. У меня такое впечатление. Эти слова в адрес Альберта Горы Примаков скажет сразу после легендарного политического демарша. В марте 99-го он летел на переговоры с американским вице-президентом. Когда пришла новость, штаты намерены бомбить Югославию. Примаков принимает решение молниеносно. Премьерский борт разворачивается на Москву. Он объявил об этом решении, и в ответ были аплодисменты. Весь салон начал аплодировать, потому что это действительно было решение, которого все ждали. Все понимали, насколько оно было трудным, насколько оно было ответственным, насколько оно было поворотным. Это непререкаемый авторитет во всем. В принятии решений, в голосовании, в постановке вопроса. Великий наш общественный деятель. И мы очень сожалеем, что он ушел. Это не просто человек, который что-то слушает и что-то говорит. Это глубоко выстраданное было все. Он действительно очень любил Россию. После отставки с поста премьера Примаков был депутатом 10 лет. Руководил торгово-промышленной палатой. А в последние годы сосредоточился на экспертной деятельности. Впрочем, влиятельности не растерял. Последний закон о промышленной политике, который мы сейчас все приветствовали. Это тоже закон, который с очень большим трудом двигался. Евгений Максимович постоянно подталкивает этот процесс. Так уж привык работать на благо страны. По собственным убеждениям и принципам, верным которым Евгений Примаков оставался до самого конца. Екатерина Воскребенцева, Анна Пешихонова, Юлия Оленик. ТВ-центр. Американское общество, в отличие от американских политиков, заинтересовано в возобновлении сотрудничества с Россией в деле борьбы с наркобизнесом. Такое мнение высказал руководитель госнаркоконтроля Виктор Иванов. По его словам, санкции Вашингтона привели к свертыванию работы двусторонней группы, через которую спецслужбы России и США не только обменивались информацией, но и организовывали совместные операции по уничтожению нарколабораторий в Афганистане. За последние три года потребление героина в США выросло в два раза. И хотя официальная статистика уверяет, что лишь 8% этого наркотика поступает из Афганистана, специалисты считают эту цифру заниженной. В соседней Канаде, к примеру, доля афганского героина намного выше. К слову говоря, сегодня опубликован всемирный доклад по наркотикам, где прямо написано, что 90% героина, обращающихся в Канаде, имеет афганское происхождение. Стало быть, и в США полно афганского героина, и удвоение роста наркопотребителей героина в США, это, конечно, озабоченность американского общества. Поэтому я считаю, что нужно возродить работу группы с тем, чтобы активизировать работу российско-американского сотрудничества. На Московском международном кинофестивале, который сегодня завершает свою работу, состоялась премьера документального фильма об одном из самых известных разоблачителей нашего времени – Эдварде Сноудене. Показ картины, которую получила премию «Оскар», прошел с аншлагом. Широкий российский прокат лента выйдет 9 июля. Создатели обещают, фильм перевернет взгляд людей на их частную жизнь и раскроет секреты тотальной слежки американских спецслужб за гражданами всего мира. Анастасия Мартынова посмотрела. Идете ли вы на Сноудена? Этот вопрос в фойе кинотеатра «Октябрь» в день премьеры задавали чаще остальных. Поиски лишнего билета к успеху не приводят. То, что правда Сноудена станет гвоздем документальной программы 37-го Московского кинофестиваля, фестиваль организаторы знали и зрители тоже, потому билеты ушли за полчаса, остальным только остается, как рядом с афишей постоять. Картина идет без малого два часа. В анонсе значится триллер. 319 счастливчиков по числу мест берут зал штурмом, устраиваются в креслах и на ступеньках. В ожидании сенсации. Люди к политике неравнодушны и далеки от нее. Если будет только политика, а профессионализма не будет, я просто уйду. Вместо вступления шутка. Посмотрите на соседа. Может, Сноуден сидит рядом. Тревожная музыка настраивает на серьезный лад. Меня зовут Эдвард Сноуден. Полное имя Эдвард Джозеф Сноуден. Я не хочу прятаться. Если арестуют, значит арестуют. Опубликуйте информацию. Что будет со мной, не важно. Тоннель, планы города и секретные объекты военных ведомств США. Допросы в судах. Переписка Лоры Пойтера с американским сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом за шифрованные послания. Восьмидневное интервью снято в номере отеля Гонконга. Голос режиссера в основном за кадром. Там есть такой эпизод, когда они думают о том, нужно ему раскрываться или не нужно раскрываться. И он это сделал, понимая, что его могут там поймать в Гонконге. Создатели фильма обещают, увиденное изменит взгляд на то, что многие считают своим личным пространством. Звонки, переписка, расходы и аккаунты в соцсетях. Все под контролем. Правда ли, что агентство национальной безопасности собирает данные о сотнях миллионов американцев? Намеренно нет. Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден два года назад передал английской газете The Guardian и американская The Washington Post секретную информацию о тотальной слежке спецслужб за личной жизнью граждан по всему миру. За что и был заочно обвинен в шпионаже и похищении госсобственности и объявлен в международный розыск. В транзитной зоне аэропорта Шереметьево Сноуден пробыл больше месяца. 1 августа 2013-го получил временное убежище в России, а затем и трехлетний вид на жительство. Мы недавно отмечали два года. Он, прежде всего, передает всем огромное спасибо, огромный привет всем журналистам, которые интересуются им, его судьбой. На сегодняшний день с ним все в порядке. Он работает, продолжает учить русский язык. Ждали от премьеры сенсации, ожидания оправдались. Я знала о нем просто как о каком-то американце, который рассекретил АНБ США. А тут я увидела человека. Я думаю, что эти данные, которые Сноуден собрал, они еще лет 15, 20, 30. Они будут поступать новыми порциями и изменить наш мир. Получивший «Оскар» как лучший документальный фильм в 2015-м, уже успел собрать еще с десяток наград и званий по всему миру. С 9 июля о «Правде Сноудена» узнает и российский зритель. Фильм выходит в прокат по всей стране. 50 копий уже закуплены. Анастасия Мартынова, Вадим Тищенко, ТВ-центр, Москва.